Итак, сейчас вы будете смотреть игру Флэш против Кармы, Орк Фуман. Карта Две реки, я Орк респауню снизу, а Флэш, соответственно, сверху. Но на этой карте это не очень важно. Так как играли мы через интернет, на ледер, Флэш не знал, что я записывал ввод. Я решил его сразу порадовать. Но Флэш почему-то не особо обрадовался. Я всё пытался уговорить его, чтобы он играл серьёзнее, чтобы он напрягся. Но желание напрячься Флэш так и не высказал. Ничего не поделаешь. Мы и так неплохо повоевали в итоге. Так, я строю алтарь первым делом, бару вторым и затем барак. Делаю рабов до 11 лимита. Буду строить героя Форсера и пытаться закалить нашего Хумана с грунтами вместе. Плюс к этому будет у меня быстрый апгрейд базы. Относительно, конечно, быстрый, потому что без барак он был бы гораздо быстрее. Так вот, быстрый апгрейд базы и развитие до Шаманов с Пуржем и Латвинг Шилдом. Второй герой Тауриен для масс-ария эффект спела. Шок-Вейва. Это основное его предназначение. Плюс Тауриен Чифтан очень здорово подходит, чтобы забежать во вражескую армию с Латвинг Шилдом, навешанным на себе. Но это далеко идущие планы. А в настоящее время я кликаю как сумасшедший, разогреваю свои руки, поднимаю себе мораль и встречаю оранжевого мента. Он пробежал мимо, не поздоровался. К чему я, собственно, привык. Они такие, не очень порядочные. Те, не очень вежливые. Может быть, они непорядочные. Так, форсир вылезает. Как можно быстрее вывасываю волков. Так как бежать до флеша достаточно долго, я делаю две группы сразу. В одну группу входят волки, в другую форсир с грунтами. И управляю двумя группами. Также коплю ресурсы на апгрейд. Внимательно за ними слежу. Чтобы, как только будет следоваться леса, догадать апгрейд. Ролльпоинт на форсиры. Ловлю на крипах, но одним героем особо не поймаешь. Так как волки в то время добивают монстра, я не могу убить в элементаре. Происходит небольшая стычка. Все разбежались. Сейчас я буду пытаться развлечь флеша, напав с двух сторон. Отманив его основное войско на битву с моим войском, в это время волками забежав в базу и погрыз в тропов. Это, на мой взгляд, довольно прогрессивная тактика в настоящее время. Поскольку в двух местах контроль довольно-таки тяжело, какой бы то ни был отец. Ну, всяко сложнее, чем в одном месте. Флеш не зерез, соответственно, он пошел крепить своих маленьких монстров, которых у себя... Аналог которых на своей половине мапы я уже убил. Так, эта вылазка, в принципе, принесла свои плоды в виде недобытого леса пиздниками, в то время, пока они бегали за моими волками. Вот флеш уже вернулся. Я продолжаю пытаться калить. Второго волка я буду спасать. Спас волка. В это время пытаюсь задолбить хоть что-нибудь. Хоть барак, хоть ментов, хоть что-нибудь, хоть футманов. Так, сейчас будет новый акт развлекухи с волками. Походь, где я убил овцу, потому что она мешает довольно-таки иногда. Так что, если есть свободная секундочка, можно убить ее. И вот, с двух сторон я пытаюсь свой маневр провернуть. Все время штампуру грунтов. Не хочу их терять. Пытаюсь убить футмана. Вот сейчас я думал, что послал грунта на базу, но оказалось, что нет. Сейчас второй казус. Я думал, точнее, я не думаю, я не мог попасть во вражеского рабочего с красным фолсом. В это время войска разменялись немножечко. Я потерял грунта. Лучше потерял футмана. Проконтролировали у него на базе, на основном. Снова деремся. Снова волки у меня побежали. Вижу магазин. Лучше придется его отменить. Вот футман дохненький. Вот дохненький пизант. Все-таки я его загрыз. Врываюсь на базу. Но тут же вырываюсь, потому что знаю, что на базу нельзя взорваться. Все-таки футмана я добил. Время вернуться на базу и заказать некоторые построек. Как то магазин и шаманницу. А также обрыть на грунтов. Очень-очень важный. Дающий 100 филос в 3 дамо. Очень важно. Все пробиндел. Ну, героя второго заказал уже давно. Пытаюсь поймать флеш на крипах. Мне это удается. В принципе, он много не теряет. Теряет только время. Футмана отводят. Я отвожу грунта. Но тут его футман возвращается. Еще мне и воспользовался. Он отдачет форсира. Я вижу дохлого футмана. Пытаюсь убить его. Он дачу мне грунта. Я и грунта отвожу. Думал, что грунт умрет. Но он не умер. А у него умер футмана. Итого, это был уже четвертый футман, насколько я помню. Четвертый, хотя может быть и третий. Все-таки грунт убежал. В это время я снова, подкалив немножечко, убегая. Бегу закупаться. Одного грунта сейчас я забыл под своим экспандом. Но... И на старуху бывает старуху. Масс закупился. В это время я думал, что флеш уже крепит тех маленьких монстров, с которыми я его ловил. Но, кроме как бежать к нему снова, мне ничего не оставалось. Поэтому я бегу. Встроил грунтов. Готовлюсь делать у них обгрыбы. Проверяю, не крепит ли он свой экспанд. Нет, не крепит. И думаю я, что он в этот момент крепит свою обсерваторию. Естественно, так как до нее далеко бежать, пока я до нее добегу. Он уже ее успеет убить. Я решил не бежать. И решил поубивать ее немножечко здание. Чем я и занимаюсь? Плюс личность, что тоже немаловажно подлечить. Бугаев. Бугаев лечится, здание умирает. Судьбы не уйдет. Флэш торопится на вазу. Магазин убит. Ферма практически тоже. Лимит 42 у меня. Флэш одом лимит 45. Вот флэш возвращает. Сейчас будет битва. У меня позиция довольно-таки выгодная. Шесть грунтов против пяти райфлов и футного. Но тут случается неожиданность. Набегают белорусские милиционеры. В зависимости от 8-9 штук. Понимая, что с милиционерами я не разберусь. Я пытаюсь убить в безопасном более-менее плане. Можно больше райфлов и убежать. Но два грунта были окружены. Бесславно скончались вокруг. У них было столько битвотов, что ничего было уже не сделать. Любив одного рабочего, как вы видели напоследок, я убегаю. И хочу его подловить на крипах. Опять хочу подловить. И его просто отличиться, восстановить маму. Разведаю волками. И волки дали экспы архимагу. И он получает 3 левел. Тут неожиданно я обнаружил, что мое войско дерется с крипами. Каким образом, я до сих пор не понял. Это мне обернулось потерей шамана. Боевого, апгрейдженного до первого уровня шамана. Сейчас очень опасный для меня момент. Я очень боялся, что флешка идет в атаку. У него вроде бы немного, но у меня это вообще ничего не идет. Если бы он перешел мост, то было бы плохо. Но он не стал его переходить, не стал атаковать. А у меня уже подошло подкрепление небольшое. И вроде бы все. Снова более-менее равно сильно оба их армии. Драться с ним на мосту нельзя. У него практически все стрелки. Элементария вторая особенно. Немножечко навешивают. Ну и он на мост не лезет, потому что я могу забежать, вбежать на мост. А из моста я выбирать особо не могу, потому что молоток будет и так далее. Он восстанавливает в магазине шамана Хелс. Продолжаются догонялки, кто кого перехитрит. Я делаю аббраильный грунтов. Итого у меня 5 грунтов и 3 шамана. Это уже серьезная армия. Можно повоевать с хумоем. Так, апгрейды 1.1. Вообще, грунты становятся зверями. Звереми. И продолжают строить. Лимит 47. Все. Я уже осмелел. Настолько, что готов воевать в любом положении. Иду в атаку. 6 грунтов, 4 шамана. Посмотрев на расположение в СП, снова понял, что надо воевать. Пурш элементария. Пурш второго. Шоквейдж и Лайтинг. Опять я забыл про свиток скорости, на которых надо вбегать в райфлов. Но то не забыл про Лайтинг-шилдну то время. Услышанное удивление малого войска. Но это неудивительно, потому что лимов я пропоржил. Они сюда составляли довольно-таки важную часть щита монского войска. Отстающий гром чуть не умер, но бутылка его спасла. У меня все войско посло, я убегаю. Но тут собираешься, послова далеко не убежишь. Лучше бы воевать. Потому что скорость атаки замедляется на очень малое количество процентов. А вот скорость бега на дикое количество процентов. Опять Пурш элементария. В виде ментов я делаю Лайтинг-шилд на грунта нужного. Второй Чен Лайтинг входит. Второй Чен Лайтинг. Шок Вейв. Погибает гном. Вроде бы все уже понятно. Все менты погибли. Я спас своего Таурина. Начал его лечить. В принципе, если бы больше не потерял гнома, было бы более-менее равной ситуацией. Но потерял он его и это уже практически вели. Сорку я так и не убил. Потерял очень много холса, маны, всю маны. Потому что вышечка не начала появляться. Я отступаю на базу. Тут я подумал, что отступать всем войскам на базу глупо. Надо попавшись сделать. Лежал вдохом героям на базу, а остальным войскам пришел не давать крепиться. Естественно, так как у меня преимущество заметив Илема, который меня разведывал. У меня напал вовремя, что называется. И поймал, как он крепко закупил все-то временно в магазине. Гага. Гага. Ну и реплей. Для потомков.